Повторно проголосовали за снос ряда киосков и ларьков, внесли изменения в правила благоустройства города в части наружной рекламы и приняли в свои ряды нового депутата. Так прошло 19-е очередное заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. Предлагаемые изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, ларьков и киосков вызвали ажиотаж на прошлом заседании городского собрания и раскололи депутатский корпус на два лагеря. Напомним, что сносить предполагают 307 объектов. Те, кто за, делали акцент на внешнем облике столицы Чувашии, мол, эти самые киоски явно не красят городские улицы. Кроме того, в них не соблюдаются ряд нормативов. Те, кто против, напоминали коллегам про городскую казну, которая пополняется в том числе за счет владельцев этих объектов. Тогда при голосовании 21 депутат был за снос. Однако, чтобы решение было принято, необходимо минимум 22 голоса. Так что баталии продолжились и сегодня. В итоге, несколько человек поменяли решение. Изменения в схеме приняты со счетом 26 за, 7 против и несколько воздержавшихся. Совсем другую реакцию вызвал другой вопрос, тоже о благоустройстве Чебоксар. Речь про изменение правил размещения наружной рекламы. Сейчас прописываем в первую очередь уточнение, касающееся вывесок и наружной рекламы. Мы сейчас упорядочим, как вывеска должна быть там на определенном фасаде расположена, где должна быть определенное расстояние, от, до, там вот такие вот вещи. Кроме всего, у нас есть историческая часть города, есть объекты культурного наследия, где не должно быть вакханалии среди предпринимателей, которые как бы захотели, так и сделали бы наружную рекламу или там вывеску. В этой части тоже очень четко все прописано. Здесь проголосовали за принятие единогласно. И еще в депутатском составе замена на место Константина Степанова, который стал депутатом Госсовета Республики, пришел коллега по партии Эдуард Петров. Подробнее о заседании в четверг, 27 апреля, в программе «Местное самоуправление». Смотрите в 19.30. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов, Республика.